18 декабря около 4 часов дня на улице Советская под колеса автомобиля Hyundai попала пожилая женщина. Она переходила дорогу по пешеходному переходу в сторону бань на Советской. Машины, идущие по правому и среднему ряду, притормозили, а водитель иномарки, следующий в крайнем левом ряду, не увидел пешехода и продолжил движение. Молодой человек утверждает, скорость его машины была 30-40 км в час, а женщина пыталась быстро перейти дорогу. Она бежала. Бежала? Да. Я не успел уже затормозить. Вы вызывали скорую или что? Нет, женщина остановилась, помогла. Помогла? Она сказала, помогите женщине, посадите. Я ее посадил, а она вызвала скорую и наряд. Понятно. А вы за рулем давно? Вот. На место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой. Пострадавшую решено госпитализировать. Перелом костей таза, ушиб левого предплеща, перелом вывих правого плеча. Зачем ты? Мы еще раз обращаемся к водителям. Будьте внимательны на дороге. Сейчас рано темнеет, снега нет. И пешеходов в темной одежде трудно различить. Будьте внимательны при подъезде к пешеходным переходам. На протяжении ряда лет патрульная служба рассказывает о расследовании наиболее резонансных уголовных дел, связанных как с коррупцией, так и с преступлениями против личности. На слуху направленное в суд дело так называемых черных риэлторов, уголовное дело против бывшего заместителя министра регионального правительства Дениса Ильина, который также сейчас рассматривается в суде. Ряд уголовных дел о коммерческом подкупе. Все они расследовались в отделе по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Не так давно в отдел назначен новый руководитель, 37-летний подполковник юстиции Евгений Амбарцумян. Знакомясь с регионом после того, как принял решение продолжить службу здесь, я прежде всего ознакомился со средствами массовой информации, как с местными, так и на уровне субъекта. Почитал я определенные отзывы, замечания, что касается правоохранительной системы в целом. Ознакомился с так называемыми оппозиционными СМИ, их публикациями. И когда непосредственно приехал в город Тверь, уже просто стал общаться с гражданами. То есть, заходя в тот или иной магазин, заходя, просто идя по улице, когда вы проговариваете с людьми, что их беспокоит, и какие проблемы есть как в городе, так и в регионе. И вот прошедшие три недели достаточно много сигналов я услышал от людей, где проблемы, где проблемы коррупционного свойства, где совершаются те или иные преступления, по мнению граждан. Полагаю, что для нас, как для сотрудников Следственного управления, Следственного комитета в целом, эти сигналы очень важны. Мы принимаем их к сведению и, так скажем, работаем в том или ином направлении. Одной из основных задач, поставленных перед отделом, руководством Следственного комитета, Евгений Георгиевич назвал восстановление социальной справедливости, прав и свободы потерпевших от тех или иных преступных посягательств. Для нас самая главная задача – это объективность. Объективность, командная работа, то есть не должно быть такого, как в футболе, беги в некоторых командах. Должна быть именно слаженность действий, то есть все подразделения, все сотрудники должны понимать, куда идут, в каком направлении работают и с чем им предстоит столкнуться. Основной задачей, насколько я это вижу, насколько наше руководство это видит, это, прежде всего, восстановление социальной справедливости, установление всех фактических обстоятельств. И, конечно, в случае, если установлена виновность лица, это наличие судебной перспективы, понесение заслуженного обвинительного приговора. О себе Евгений Амбарцумян немногословен. Следствие с 20 лет начинал со следователя прокуратуры, отработал несколько лет на территории Новгородской области, потом продолжил свою службу на территории Мурманской области. В последнее время работал в Главном следственном управлении Следственного комитета России в Центральном аппарате, ну и в настоящее время здесь. Добавим. Одно из увлечений нового руководителя отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета – шахматы. Призер и чемпион ряда городских, областных и общероссийских соревнований. Игра в шахматы помогает в расследовании сложных, многоэпизодных уголовных дел, вызывающих широкий общественный резонанс. Все дела, которые вел Амбурцумян, успешно окончены и направлены в суд. Среди приоритетного направления в работе в Тверском регионе. Уголовные дела в отношении лидеров преступного сообщества региона против бандитов, против выходцев из 90-х, которые решали свои вопросы в те времена и в последующем. В настоящее время дают уже признательные показания. И показания, изобличающие как самих себя, так и членов организованных преступных групп. Это, конечно же, и уголовные дела, которые у нас также находятся в производстве в отношении чиновников, должностных лиц, которые совершают должностные преступления. Коррупционные направленности, наш крен в работе будет направлен прежде всего на восстановление некоего баланса в регионе. Почему? Потому что мы с вами видим, как люди относятся к подобным проявлениям, как люди остро реагируют, когда чиновники берут взятки, когда люди в погонах занимаются экономическим беспределом. Поэтому наша задача вместе с вами, вместе с обществом, имея властные полномочия, безусловно, преследовать этих людей по закону, для того, чтобы таких проявлений становилось все меньше и меньше. И думаю, что эта задача в целом и в общем выполнима. Мы стремимся именно к этому. Продолжение следует...